Вот так с воздушной тревоги по всей Украине начинается визит президента США в Киев. Он приехал в день памяти героев Небесной Сотни. Первые кадры с Байденом сняли прохожие возле Михайловского собора. Также Байден побывал и в Мариинском дворце. Там встретился с представителями украинского военного руководства и чиновниками. Из самых известных лиц — резников Кулеба и Ермак. В качестве президента США Байден в Киеве впервые. Но он очень опытный политик и раньше бывал в Украине семь раз на других должностях. С момента моего последнего визита многое изменилось. Произошли ужасные вещи, вторжения России. Но украинцы проявили себя так, как мало кто в мире. Они помогли нам постигнуть значение демократии. А Зеленский назвал визит президента США в Украину историческим. Это очень важный для нас сигнал. Мы с президентом Байденом обсудим, что нужно сделать, чтобы победить в этой войне, и как закончить ее в этом году. Как и ожидалось, Байден приехал не с пустыми руками. Он сообщил, Украина получит дополнительный пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. Туда войдут боеприпасы для Хаймерс, противотанковые системы и системы воздушного наблюдения, плюс дополнительные антироссийские санкции. Вместе с союзниками мы уже предоставили Украине 700 танков, тысячу военных автомобилей, одну тысячу артиллерийских систем, более двух миллионов снарядов, более полусотни артиллерийских систем дальнего радиуса действия, противокорабельные системы и системы ПВО. И будет еще больше. Тем временем в российском информпространстве истерика. Военные пропагандисты всех мастей призывают Путина срочно бить по Киеву. Скобееву тем временем от возмущения просто разрывает изнутри. Президенты США в Украине гости, откровенно говоря, не частые. Последний был аж 15 лет назад. Тогда Джордж Буш-младший встречался с Виктором Ющенко. Про сегодняшний визит Байдена еще утром не знал никто. Все приготовления были окутаны строжайшей тайной ради большей безопасности. Но по данным информагентства Associated Press, американские власти таки предупредили Москву, чтобы избежать конфронтации. Тем временем киевляне и сами догадались о высоком визите. Ведь на въезде в город не было фур. Центр перекрыли, повсюду образовались пробки. А когда возле американского посольства заметили длинный кортеж, стало ясно – это гости из Вашингтона. Похоже, о визите Байдена не знали даже в украинском МИДе. Ведь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня должен был быть в Брюсселе на встрече с европейскими коллегами. Но в последнюю минуту все отменил. Байден в Киев ненадолго. Уже завтра его ждут в Польше. Приезд президента США в Украину – само по себе знаковые события накануне годовщины вторжения и завтрашнего обращения Путина к Федеральному собранию, текст которого, вероятно, придется корректировать в свете символичного визита и заявления американского президента.